Такой был сподвижник, Радаллаху Альху, Хаббаб Ибн Арад, сподвижник, посланник Аллаха, работал он у Аса Ибн Аса, работал он у него, и когда сделал такие работы, как плотником работал у него, такие домашние работы у него выполнял, то есть то, что он ему говорил, и тогда, когда он пришел к нему, То есть когда за зарплату пришел, он сказал, я тебе не заплачу, пока ты не сделаешь куфр Мухаммада, пока ты не отрекнешься от религии Мухаммада, салам То есть он тогда ему сказал, несмотря на то, что он нуждался в деньгах, он сказал, клянусь Аллахом, я не сделаю куфр, я не предам Мухаммада, салам алейху Альху Альху, поясни, Аллах тебя умертвит, потом он тебя оживит, и тогда Ас, вот этот, который он ему должен был заплатить зарплату, ответил ему с пренебрежением, с высокомерием Он сказал, что я умру, потом воскресну, то есть так, как это может быть? И он ему ответил с пренебрежением, тогда подожди, пока я умру, потом воскресну, потом, говорит, у меня будет возвращено мое имущество и мои дети, и я тебе тогда расплачу с тобой, отдам тебе твою зарплату То есть с таким высокомерием, с издевательством сказал И Всевышний Аллах не спасал аят в этот момент, тем этим аятом ответил этому Асу и утвердил сердце на пути ислама, хаббаба, и спасал аяты пророку Мухаммаду, салам алейху Альху Ассалям Афар айта ладзи кафара би аятина, вакал лаутаянна мала у ва валада, аттана аль гайба амиттахада инда рахмани ахда, калла санактуму ма якуну, ванамудду лау минал азаби мадда, ванаритуху ма якуну, ва ятина фаруда не спасал эти аяты, и сураты Мариям, где Всевышний, субханал айта аля сказал, не видел ли ты того, который не уверовал в наши знамения, в наши аяты, и сказал то, что мне будет дано богатство, имущество и дети, то есть мне будет это все возвращено Аттала аль гайба амиттахада инда рахмани ахда, то есть Аллах, субханал айта, говорит ему с удивлением, то есть он что, увидел скрытое что-то, как он так может утверждать, или он взял у Аллаха, субханал айта, договор, заключил с Аллахом, Аллах ему обещал, Калля, Сивышний говорит, нет же, санактубу ма якуль, я зафиксирую, запишу его слова, и я дам ему протяжное наказание, то есть мадда, даже тот, кто изучает таджвид, есть правило мадда, мадда, это протяжка, то есть имеется в виду, не просто будет наказание, а долгим, длинным будет его наказание, и придет он, то, что он сказал, он заслужит, и придет в судный день передо мной отвечать один, говорит Сивышний Аллах, субханал айта аля, То есть Аллах мне послал эти аяты в поддержку Хаббабу и ответ Асу.